Экономика и наши кошельки. Можно много говорить о проектах, инвестициях, миллионах рублей, освоенных по тому или иному поводу. Все это имеет значение, если появляются осязаемые рабочие места, и там работают люди, и что-то в итоге они производят. Каким в итоге сложился минувший год для Хабаровского края? Индекс промышленного производства в 2018 году минус полпроцента, но этот минус неравномерный, и вот это важно. В самом плачевном состоянии находятся предприятия, которые шьют одежду. И так незначительные их объемы за минувший год сократились еще в половину. Производство транспорта, машин, оборудования. Здесь также задействованы крупные предприятия, налогоплательщики региона. За минувший год сократили тоже свое производство на 20%. Малый и средний бизнес, занятый производством мебели и пищевых продуктов, тоже сократил на 8%. Изготовление собственной мебели на 6%, и пищевых продуктов примерно тоже. При этом, по информации комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, мощности пищевых предприятий загружены в лучшем случае у нас наполовину. Для кого 2018 год был успешен? Химическое производство, смотрите на табличку. Гоки в крае работают с хорошей нагрузкой. Перерабатывающее производство, это как раз производство резиновых и пластмассовых изделий, тоже плюс аж 24%. Ну и при закрытой краевой типографии плюс 10% в полиграфической отрасли. Стоимость квадратного метра жилья в Хабаровском крае подбирается к рекордам этого века. За год метр в новостройке, по данным Хабаровстата, подорожал на 7,5 тысяч рублей и стоит почти 68 тысяч. Квадратный метр на вторичном рынке жилья прибавил 4 и стоит 64 600. Для сравнения даю, самым дорогим новое жилье было у нас в 2013 году, более 69 тысяч рублей за квадратный метр, а вторичное в 2012, еще до наводнения. Следим за новостями экономики.